Сейчас становится суетливо на ферме, с другой стороны, когда здесь бывает меньше работы. Продажа быков закончена, отец и Андре заняты их перевозкой, но основное напряжение уже спало. Мой стол ломится от щитов, я какое-то время не мог заниматься работой, поэтому надо сконцентрировать внимание на этом немного. И я только начал чувствовать весну. Начал уже практическое планирование. Нужно теперь войти в весну, и когда пчелы будут вывезены, я хочу быть полностью готовым и сработать так, чтобы выполнить все как можно быстрее. Чем меньше мы отстаем, тем лучше мои ульи выглядят в конце. Я только что занес в помещение подкормку. Посмотрим, что у нас здесь. Текстура прекрасна. Аромат отличный. Теперь я попрошу ребят нарезать этот блок на однофунтовые лепешки. Она абсолютно не прилипает к пакету. Отличная вещь. Посмотрите. И вот так ломтиками мы нарезаем наши лепешки. Для взвешивания мы используем кухонные весы. Нам нужна лепешка в один фунт. Скажем, здесь около одного фунта. Я трачу чуть больше времени на упаковку моих лепешек, чем кто-либо еще. Вот так мы их пакуем. Мягкая, тонкая обертка. И затем мы кидаем их обратно в коробку. И уже подготовленные лепешки везем на пасеку. Там мы забираем лепешку из коробки и кладем по одной штуке в каждой улей. И при каждом осмотре я ставлю по одной новой лепешке. Так, пожалуй, слишком много отхода. Сделаю по-другому. Так, намного меньше отходов. Лепешки требуют немного времени. Но это отлично подходящий и легко доступный для пчел продукт. С красивой структурой. Она совсем не липнет к рукам. Я уже привыкаю подкармливать именно ей. Итак, товар в помещении. И весна приближается, кажется. Скоро появится моя команда. Я займу их нарезкой лепешек, чтобы подготовить их перед выносом пчел. Так, чтобы потом мы оперативно их раздали в первый же обход.